а бы вернулась бы с целью заработка денег но не более того не за какими-то там подписчиками пиаром нет не за этим здоровья тебе еще спасибо большое и вам крепкого 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 здоровья не болейте это самая важность на самом деле в жизни чтобы вы ваши родные и близкие были здоровенькие все остальное фигня все остальное придет денег может не быть деньги может могут быть деньги все приходящую козящую главное главное вот ваши родные и близкие ваше здоровье ты вчера шутила что вы ссорились или нет ну я вообще не шучу если честно по этому поводу есть у меня огромная проблема что когда что-то происходит моей жизни я сразу делюсь об этом со всеми в инстаграм этого делать не надо мы можем там через полдня помириться вот но есть проблема у нас в отношениях последний наверное вот недели три месяца примерно после последней моей неудачной беременности у меня очень какая-то была ерунда с гормонами я была очень вспыльчивая меня бы раздражало все бесило и вот с этого времени мы начали ругаться по мелочам я уже вроде бы и начала успокоительные пить но наши ссоры по мелочам продолжаются продолжать и правда продолжается возможно да это действительно из-за того что мы 24 часа в сутки проводим вместе и время которое мы проводим по раздельности именно в гродно она сводится к минимуму там бублик поехал на тренировку я там поехала по своим делам это бывает очень ну как бы крайне редко поэтому но немножко нужно отдыхать друг от друга когда люди ходят стабильно на работу там на восьмичасовую работу иметь какие-то занятия люди успевать друг по другу соскучиться мы не успеваем этого делать поэтому происходит ссоры но мы вчера после ссоры сели поговорили обо всем все взвесили поняли в чем такие суть проблемы в наших взаимоотношениях и решили что мы будем стараться бороться с этими проблемами вместе еще пока не знаю по поводу гормонов я одну часть гормонов на 5 седьмой день уже сдала вторую часть гормонов я буду сдавать на 21 23 день это будет примерно через неделю когда придут все анализы когда-нибудь какое-то определенное лечение назначено после сдачи гормонов я обязательно вам расскажу поделюсь с вами может быть кому-то из вас это может быть будет полезно как зарабатывать на доме 2 но старики участники зарабатывают хорошо любимые участники главного редактора тоже зарабатывает хорошо все по-разному по поводу тонировки волос мне не очень нравится пепельные цвета мне больше нравится блонд такой желтизну не знаю мне он кажется более естественным что ли не знаю люблю быть цыпочкой цыпленочком я тонирую периодически у меня есть крутой шампунь против желтизны лориалевский для седых волос он для вообще бомбовый то есть его нанес две минуты и желтизна убираться на тонирую редко больше люби желтые волосы на вкус и цвет фломастеры тарасную кому-то нравится серые седые холодный оттенок блонды или любого цвета волос мне нравится желтый не сможем поднять разница что не так с тобой это самом деле не всегда легко когда разница в возрасте с мужем там тебе 30 ему там тебе 35 ему 30 это не так ощущается все таки я считаю что лёшу я можно говоря можно сказать прям с пеленок забрала мы когда с ним первый месяц были на проекте он сидел на лобном там пролетал самолет и я думал господи что за ребенок честно скажу за полтора года на наши взаимоотношения лёша очень вырос и я вижу огромные перспективы в нем но иногда многие его какие-то черты характера прямо раздражает но я вижу что человек меняется хочет меняет меняться и мне прямо от этого как бальзам знаете на душе я люблю выбирать непростые варианты все мои взаимоотношения были достаточно сложно и 100 выбирала какого-нибудь там грубо говоря чудовище и хотела сделать из него принца вот вот такая сложная непростая девушку и люблю вот сложности в своих своей жизни не знаю не знаю почему так получается какому врачу фио ходишь как впечатление я ко всем врачам хожу разным какой конкретно врач вас интересует не знаю там гинеколог терапевт и так далее и так далее учаюсь это больше чем серый согласно настоящий цвет волос как мои брови русинки не хочу перекрашиваться в русс я была неоднократно русом некрасиво мне очень идет но блонд все-таки я считаю это состояние души моей и много в каких вопросов не помогает быть блондинка потому что можно развести руки и сделайте себя глупую тупую блондинку и это прокатит спасибо большое пусть его мужчина ребенок до старости я согласна вот в одних моих взаимоотношениях когда просто у меня была там температура температура 38 39 я там делал все обязанности по дому я ходила на работу когда был мужчина была температура 37 и 2 что вы понимали мы поехали в больницу ставили капельницу чтобы у него быстрее прошла болезнь потому что он умирал от температуры 37 и 2 ты думаешь ватерфак ты температуры 37 37 5 живешь фактически всю свою жизнь там уже сознательно до посылось на а он после 37 просто погибают но мужики они такие да с ними постоянно нужно обращаться как с детьми и те девушки которые это понимают всегда в их взаимоотношениях все хорошо грудь у меня своя она после того как я похудела на 24 килограмма после того как у меня вот были на удачной беременности грудь у меня стало намного меньше хотела ли я бы сделать грудь но даже не знаю иногда смотришь на этих девочек которые одевают опытом так сексуально все красиво думаешь да круто но возникает вопрос хотела ли я бы кормить ребенка сделанные грудью скорее нет чем да поэтому у меня такие немножко противостояния хочу делать грудь или не хочу но у меня грудь не маленького размера то есть после всего произошедшего после похудения после потерянных детей она стала примерно на размер меньше и конечно хотелось бы ее вернуть прежнее русло но как здоровье тебе но мне немножечко полегче это уже не может не радовать занимаюсь и вы не представляете сколько у меня денег ушло за последние месяц на лечение я в шоке и просто в шоке нужно беречь себя и если возникает какая-то проблема никогда не нужно откладывать долгий ящик пока на тех конкретно не начнет мучить нужно сразу все проблемы мелочные решать чтобы это не выросла какую-то глобальную проблему хотя всем я вот ногу могу чего советовать кому-то да а сам общем-то своим здравым умным советом не прислушиваюсь но такие мы люди человеке лёжки вам и 21 не 27 раз у нас пять лет очень много ушло денег на лечение даже не только на лечение но и на лекарства то есть вот мне сейчас еще проблемы с грудью после того что у меня за 2 недели четыре раза сбивался гормональный цикл сначала на беременность потом на отмену беременности потом на прием которые контрацептива в контрацептива не не подошли на отмену контрацептива сейчас мне проблемы с грудью я буду восстанавливать гормоны но только на таблетки на таблетки и мазь для груди я потратил 30 долларов на таблетки и на пачку таблеток и на массе я в шоке и таблету который я сейчас за последний месяц купила их у меня целая полка как у бабцы старой поэтому денег до много ушло но я не могу сказать сколько конкретно цифру потому что я жену как бы не считаю но не стану не кажется долларов 400 точно сколько вместе сейчас за брекеты платишь за брекеты каждый месяц платить не надо ты платишь один раз сразу и все остальное в лечении входит в эту стоимость за брекеты я заплатила 500 долларов у меня стоит металлик оставила у нас в гродно я довольно-довольно врачом довольно брекетами не хотела ставить керамику потому что я считаю что это какой-то отвлекающий маневр все равно видно что у тебя стоят брекеты и все равно видно что у тебя проблемы с зубами поэтому что естественно то не безобразно если есть проблемы с прикусом надо ее исправлять и этого не стесняться главное понять это вовремя и не затягнуть я конечно затянула пошла исправлять брекеты в 27 но это конечно ничего не поздно но могла исправить раньше но вот такая была за странистым ребенком это правда самый действенный способ похудения вписываться в калорийность если ты будешь вписываться в калорийность ты можешь позволить себе даже кушать сладкое даже скушать чипсы даже не знаю выпить пиво даже съесть пирожные съесть булки неважно что и этот способ для меня больше всего действенный потому что я очень большая сладкоежка огромная сладкоежка жить без сладкого я не могу поэтому что я могу проснуться ночью не создано неосознанном состоянии пойти сажать шоколадку печенье все что будет дома поэтому способа по счету калорий мне подходит больше всего если у вас большой вес даже то что вы себя ограничите в каких-то мелких нюансов первое время вам поможет похудеть когда я весила 76 килограмм за два месяца я похудела очень просто я перестала солить любые приемы пищи просто отказалась от соли перестала есть булки перестала потреблять алкоголь перестала класть сахар в чай в кофе отказался от майонезов от кетчупов стала стараться больше есть любую еду на на пару скажу вам честно вот просто такие вот мелочи в котором я себе отказала за два месяца позволили мне скинуть 10 килограмм без тренировок единственное что я делала я много ходила то есть я даже не ходила на кардио в зал я просто выходила и вся по району делала огромный круг больше чем час часа полтора не просто ходила просто пешком гуляла поэтому старайтесь больше двигаться это пойдет вам точно на пользу настроение сейчас у меня прекрасно и чудесные 100 после тренировки после зала чувствую себя вообще закупит заново родилась я не занималась уже где-то полгода точно поэтому я сейчас как будто окрыленная у меня крылышки выросли я такая ангелочек полетела счастливая еще в солярии позагорала наконец-то хороший солярий нашла у нас в гродно душ стоит в солярии кондиционер стоит солярию музыка орет на всю круто если ты из города тебе ножек ось хорош солярий напиши я тебе обязательно скину ссылку тысяч хочется то тут у парень против как быть вообще я согласна с тем что женское тело должно быть чистым но если очень хочется то иди делай я родом до из беларуси из с проблемами по-женски можно заниматься нежелательно но со своим весом можно то есть без утяжелителей я делаю такие лайтовые упражнения не напрягаю себя весами тяжелым весом или там гантелями гирями со своим весом занимаюсь шуковский привет тебя массиво массиво вы мои хорошие и вам себе хорошим всего 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 вы такое сердечко посылаю каждому лайк 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 свой отмен от меня лично лайк то далее постоянно поднималась сейчас намного тяжести потому что ну я выросла без отца мы со всем справлялись мамой вместе я уже с 13 наверно рвалась во всем помогать своей маме поэтому поэтому тягала тяжести много и мебель всю перестановку делали своей квартире с мамой вдвоем без чьей-то помощи и сумки все тягали на дачу сдачи картошку все что хочешь идите на дом 2 настя здесь предложили бы хорошую зарплату пошла бы временно сейчас бы я пошла бы с немножко другим рассудком и понимала бы что я хочу в дальнейшем будущем все будет чикаго да я люблю все это выражение раньше с это делается будь чикаго прикольно хорошим выражением люблю лайк тебе что говоришь также поэтому где-то мой бублик почему в минске не живете зачем меня тишина мыло я очень люблю гродно и очень люблю беларусь на считаю что перспектив здесь все ровным счетом 0 то не говорит о том что здесь плохо здесь очень хорошо если у тебя есть бабки я бы не раздумывая жила бы именно здесь здесь очень чисто здесь очень по-домашнему уютно я больше не за пафосом такого комфорт уют за родных близких рядом я почему не хочу уезжать куда-то в америку я может быть и хотела бы но то что я буду от своей родни настолько далеко для меня это просто убивает потому что у меня с мамой очень сильная связь как с подругой как самым близким человеком на всей планете я не смогу быть настолько далеко с ней потому что мне нужно быть постоянно на связи с ней 24 часа в сутки мы с мамой создаемся в день 1 12 минимум рассказываю маме все совсем делюсь и всегда хочется приехать к маме домой обнять ее поговорить с ней здесь брекеты будут примерно два два с половиной года если все пойдет хорошо на что я очень надеюсь пока не отчаиваюсь но вдруг произойдет чудо и у меня за полтора года станут зубки идеально ровно и снимаю быстрее но не знаю хоть ничего хочу этот хайп то как публикует в дом 2 магазин все перекручено такой себе хайп нет у нас уже давно не миллион у нас не помню в каком году была динаминация меня здесь не было теперь у нас рублей уже не миллионы белорусские рубли настолько неудобно мне вообще без не очень без монеты абсолютно другая ценность деньгам к монетам переводишь на старые деньги понимаешь это хорошая нормальная сумма но эти монеты постоянно где-то разбросаны ты их теряешь особо в магазинах значительно выросли но в общем белорусов конкретно наебали простите за выражение с с динаминацией чё два года назад не знаю динаминация вон бублику кто-то пришел салам алейкум варам хуй мусорам варам хуй мусорам варам хуй мусорам варам хуй мусорам ну люби меня был такой милый прямой эфир ты пришел на себя под обосрал все поехали не был бы то этот бублик ладно я поехала я вас всех люблю целую а салам арам хуй мусорам смешная фраза понимать вот вот мужик ребенок это слышал где-то одну фразу и будет же говорить ее просто сколько полгода будешь говорить эту фразу я убью сейчас так что а ну и и и и и и и Продолжение следует...